Большие концерты духовых оркестров всегда доставляют ушам и глазам массу впечатлений. Обычно такие инструменты держат в руках уже взрослые, опытные музыканты. Однако во Всероссийском детском центре «Океан» извлекать музыку взялась подрастающая молодежь. Там впервые в истории Приморья прошел фестиваль детских духовых оркестров «Дальневосточные фанфары». Галоконцерт – это всегда такой момент показательный, но важнее, на наш взгляд, вопрос о подготовке. Так вот, как шла подготовка, это аналогичная подготовка, так как мы готовим на Красную площадь фестивали, на Красной площади, так как мы готовим фестивали в Артеке, так как мы готовим фестивали в российских регионах. Подобные мероприятия в нашем крае в последний раз проходили еще в эпоху СССР, но затем, видимо, мода на оркестровую молодежную музыку пропала. И вот спустя десятки лет юношеские коллективы из 15 регионов Сибири и Дальнего Востока подготовили не просто галоконцерт, а настоящее детское духовое музыкальное шоу. Более двух тысяч зрителей вместе с ребятами исполнили гимн России, а после пели и танцевали под популярные музыкальные произведения и попури на темы известных детских песен. Парни и девушки играли на самых разных инструментах. Почему бы не попробовать что-то новое? Начала играть на блок-флейте. Это сначала как маленькая дудочка такая. Играешь два года, у всех по-разному, а потом выбираешь инструмент. Я выбрала флейту. Мне нравится играть на трубе только потому, что она большая, она удобная, и я привык на ней играть. Как я выбрала шоксифон? Ну, не знаю, я давно еще смотрела на этот инструмент. Мне всегда нравился его звук, как он выглядит. Инструмент труба я выбрала в четвертом классе, потому что мой брат еще до этого пошел на нее, и вот я как бы пошел по его стопам. А репетировали ребята здесь в специальной смене океана. В течение трех недель для прошедших конкурсный отбор детских духовых коллективов проводили даже мастер-классы, которые давали именитые музыканты России. Ребята, которые иногда несли инструменты, которые были больше, чем они сами, и такая творческая атмосфера, в которую погрузился океан на протяжении этой смены, она такая заряд бодрости, заряд позитива, как педагогическому коллективу, так вожатскому коллективу, ну и всему детскому центру. Оценив успех фестиваля, организаторы решили уже в следующем году повысить его статус до всероссийского. В целом, уникальная музыкальная смена и финальное шоу показали, что духовые оркестры вызывают неподдельный интерес у детей и молодежи по всей стране. Программа фестиваля помогла юным духовикам показать себя, а также развить таланты и определиться в своем профессиональном музыкальном пути. Олег Завьялов, Максим Яковлев, Новости на Восьмом.